Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Разве Бог вводит нас в искушение? И мы будем отталкиваться от двух текстов. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 13 стих, и Послание Иакова, 1 глава, 13 по 16 стих. Я прочитаю первую цитату, это Евангелие от Матфея, 6, 13. Это окончание молитвы Господней. «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». И сразу, как бы забегая вперед, другая цитата, Иаков, 1 глава, 13 по 16 стих. «Во искушении никто не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Итак, по поводу первой цитаты. «И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Святитель Иоанн Златоуст в своих гамильях на Евангелии от Матфея пишет, «Лукавым Христос называет здесь дьявола, повелевая нам вести против него непримиримую войну и показывая, что он таков, то есть он дьявол, таков не по природе, то есть Бог его не творил таким злым, ибо зло происходит не от природы, иначе бы вина падала бы на Создателя природы, на Творца, на Бога. «Ибо зло происходит не от природы, но от нашего произволения, то есть свободного выбора, а дьявол преимущественно называется лукавым по причине, по чрезмерному множеству зла, и потому что, не будучи ничем обижен нами, ведет против нас непримиримую войну. Потому Господь не сказал, избавь нас от лукавых, но от лукавого, научая нас никогда не гневаться на ближних за то зло, которое мы иногда терпим от них, но всю свою вражду обращать на дьявола, как виновника всех зол». Нечто подобное святитель Иоанн Златоус говорит в слове о статуях, где он восклицает. «Ничего общего у нас нет только с дьяволом, с каждым же человеком мы имеем даже много общего». То есть то, о чем нам говорит молитва, это не приписывать зло другим людям. А видеть источник зла в самом лукавом, который человека-убийца от начала, как сказано в Писании. И когда мы читаем эти слова, возникает вопрос, а разве не Каин, человек-убийца от начала? Ведь он первый совершил этот грех. Раньше, чем Каин, этот грех, совершил дьявол, который человека-убийца от начала, посеяв в сердце Каина, такие мысли – восстать на жизнь своего брата, праведного Авеля. Но теперь вернемся к тексту. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». То есть Господь попускает нам искушения, а не является источником этих искушений. Кирилл Иерусалимский пишет, «Если когда в недуги, в падем или скорби, или напасти, никто этого не приписывай Богу, Бог не искушает злом и Сам не искушает никого, каждый же из нас, как пленник своих грехов, затягиваемый ими». Как и сказано в Писании, в другом месте, «Кто кем побежден, тот тому и раб». Блаженный Августин пишет, «Здесь искушением он называет дурное искушение, которым не каждый прельщается и порабощается дьяволом. Именно его он здесь называет искушением, ибо есть еще иное искушение, которое называется испытанием». Вот здесь разница. «Об этом искушении сказано в Писании, «Искушает вас Господь, чтобы узнать, любите ли вы Его». Это ссылка у Августина на второзаконие 13.3. Что этим хочет сказать Августин? Что искушения, которые попускаются Богом, они попускаются для того, чтобы нас усовершенствовать, обратить наше внимание на те внутренние проблемы, которые скрыты от нас самих, и начать работать с этими проблемами. А вот когда дьявол пытается нас соблазнять, искушать, это не испытание, которое посылается от Бога для нашего усовершенствования, а попытка погубить нас совершенно таким всецелым образом. И тот же Августин пишет, «Слова о том, что Бог никого не искушает, следует понимать так, что Бог никого не искушает всеми видами искушений». То есть нельзя каждое искушение приписывать Богу. «Но искушает только неким особым видом искушения, чтобы не оказалось ложным написанное «Искушает вас Господь Бог ваш». Чтобы мы не отказались от того, что Христос – Бог, и не говорили, что ложная Евангелие, в котором мы читаем, что Он спрашивал ученика, искушая Его в Синодальной Библии, испытывая Его, ибо Сам знал, что хотел сделать». Это когда Господь испытывал Филиппа. Это Евангелие от Иоанна. 6.6. «Ибо есть искушения, рождающие грех, и таким искушением Бог никогда не искушает. И есть искушения, проверяющие веру. Именно этим искушением и искушает Бог». А сейчас я воспроизведу эту цитату, чтобы нам было понятно, о чем написано в Евангелии от Иоанна. 6.6. «Говорил же это», то есть Христос говорил же это, испытывая Его, на латыни «искушая Его», то есть апостола Филиппа, «Ибо Сам знал, что хотел сделать». То есть Господь не просто нам не попускает то, что сверх наших сил, это очевидно, но то, что попускает, попускает для того, чтобы нас усовершенствовать, чтобы как золото огнем, очищенная от всяких примесей, мы стали бы более совершенными людьми. Поэтому, когда мы читаем слова молитвы Господней и просим, чтобы Господь не вел нас в искушение, избавил нас от лукавого, это просьба, чтобы Господь соизмерял. И Господь соизмеряет, хватит ли у нас сил. Ибо о Боге сказано, что Он не посылает нам искушений сверх наших сил, но в самом искушении посылает нам и некое облегчение, чтобы мы могли бы это перенести. Итак, сегодня мы рассмотрели еще одно сложное место Священного Писания. Если будем живы, Господь позволит, мы будем дальше проводить наши встречи, беседы. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя!